Они не только смогли справиться с болью и травмами своей судьбы, свидетели того времени, ощутившие на себе жестокость немецкого врага спустя годы, живя в мирное время, активно помогают другим. Уже не молодые, но полные сил, участвующие в республиканских и международных гуманитарных программах поддержки детей войны, участники 13-ти областных организаций бывших и совершеннолетних узников фашизма, приехали в Минск, чтобы пообщаться, обменяться опытом организаторской деятельности. И, конечно, в преддверии праздника Дня освобождения Беларуси вместе порадоваться значимой для каждого из них дате. Представители Белорусского общественного объединения с 2008 года активно участвуют в ежегодных конкурсах и реализовывают свои проекты в рамках гуманитарной программы «Место встречи. Диалог». Спектр деятельности весьма широк, результат работы значительный. Чтобы поблагодарить несовершеннолетних узников фашизма за огромный вклад в одно общее дело – помощь военному поколению, а также поздравить их с предстоящим праздником представителей Международного общественного объединения, взаимопонимания, организовали торжественную встречу. Особенностью этой программы является то, что она не финансирует и не предусматривает материальную помощь жертвам нацизма. В основе этой программы лежит стремление сделать жизнь узников качественнее, сделать ее более активной, сделать ее более открытой для других слоев общественности, сделать их более известными, оказать тем самым, выразить признание их судьбам. Мы связывались с Брестской организацией. На самом деле, из Брестской области было за период реализации программы с 2008 года от организации узников представлено и победили в конкурсе две заявки проектные. Это ассоциация несовершеннолетних узников из Брестской области. Ее возглавляет Романенко Людмила Петровна. И свой проект они реализовали в сотрудничестве с территориальным центром социального обслуживания Ленинского района города Бреста. И сейчас работает организация несовершеннолетних узников из города Барановичи. Брестская областная организация несовершеннолетних узников фашизма насчитывает порядка 4,5 тысяч представителей. В городе Бресте их около 400. Жертвы нацистского режима «Дети войны» совместными усилиями реализуют многочисленные проекты, направленные на помощь и социализацию пожилых людей. В разработке образовательные программы, организация качественного досуга, а также деятельность по интересам. Владимир Ильич Семочкин, ныне председатель Брестской областной организации, не понаслышке знает о том, с чем столкнулось молодое военное поколение. Сыну защитника Брестской крепости довелось побывать в плену у немцев, жить в тюрьмах и гетто. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Владимир Ильич встретил в родном Бресте вместе со своей семьей. Сегодня бывший узник считает необходимостью помогать тем, кто, как и он, пережил тяготы и страдания немецкого гнета. У нас волонтеры, вокруг нас объединились. Университет педагогический, политехнические студенты университета. Так волонтеры приходят. У нас очень большая. Мы следим за больными, за теми, кто помогает. Помогаем. Насколько мы можем, мы помогаем. Галину Ивановну Рубцову, несовершеннолетнюю узницу фашизма, волнительные чувства одолевают при воспоминании о событиях 43-го. Именно в этом году она вместе со своей семьей была вывезена немцами из родной Беларуси. Ужас в памяти оставили пребывание в лагерях смерти, а с Венцем и Бранденбург отпечаток – работа в поместье немецкого генерала. Сегодня пенсионерка, счастливая женщина, мама и бабушка занимается помощью таким же, как и сама жертвам фашизма, а также привлекает пожилых людей к активной общественной жизни. Стараемся как-то разнообразить их жизнь, чтобы они не почувствовали одиночество. Вот общение, конечно, очень дорожат вот этим общением. И с удовольствием приходят на все мероприятия, на экскурсии. Даже как бы не тяжело было, но вы знаете, вот даже на экскурсии стараются поехать. С 2008 года проектами программы «Место встречи» диалог была охвачена порядка 17 тысяч людей военного поколения, основную часть которых составили бывшие узники нацизма. Прошедшие через лагеря смерти дети войны, сегодня люди немолодых лет, нуждающиеся в особой помощи и внимании, помочь им по-новому посмотреть на свое прошлое, почувствовать вкус жизни, ощутить себя нужными и важными для других. Именно эту цель преследуют организаторы и участники гуманитарной программы.